Обычно у нас прямые эфиры подготовлены, я сажусь и говорю вам про желания. А сегодня захотелось выйти просто, ко мне приехала Кристина и рассказала свою историю, как она хотела получить работу мечты, и всё у неё складывалось. И потом, ну расскажи, как у тебя это было? Я очень хотела устроиться на одну работу, и очень долго к ней готовилась, проходила разные собеседования, вполне. Я обязательно должна устроиться, очень хочу, хотя бы на один день. Я вот уволюсь хоть на следующий день, но я туда попаду. И я туда попала. На один день? Ну, чуть больше, но суть в том, что я там не стала работать, но я туда попала. И что это значит? Это значит, что ты вот просто... Кристина была в потоке, она хотела, у неё всё получалось. У тебя как складывалось это всё? Сначала одно за одним, да? Да-да-да, всё просто. Как это было? То есть сначала я составила резюме. Я не знала, насколько оно правильное. Но оно вкатило, да? Да, оно получило отклик. На собеседовании мне казалось, что там всё, как говорили, не так и не... Ещё как-то. В общем, я им понравилась. Они сказали, что нужно сделать вот это, вот это, вот это. Ну, то есть какие-то разные задания стали мне давать, которые я выполняла. И каждое новое задание, оно приносило какой-то, ну, какой-то успех. То есть я ближе-ближе стану. Всё, ближе-ближе к своему мечту. Ты сильно, ты пережала своё желание, пережала. Да-да-да. Сказали, что, ну, там, не прошли какой-то... Ну, да, стажировку не прошла, хотя по этапам собеседования и задания... Всё было круто. Да, всё было очень круто. Вот про желание. И я вот рассказала Кристине, мы очень долго с ней, пока мне делали макияж, рассказывала. Думаю, с вами тоже поделюсь, вы тоже любите желание. Про желание, темы. Вот когда ты в потоке находишься, ты понимаешь, что вроде всё складываешься, начинаешь бояться своих желаний, и потом начинаешь произносить вот такие вещи. Хотя бы на один день. Это как у меня было с телеведущей, когда я хотела очень сильно попасть на телеканал, и я туда попала. Перед этим у меня тоже вот складывалось-складывалось. Я так хотела, что я сказала, я готова бесплатно... Три месяца работала бесплатно. Потом были... Кроме наплачу. Да, потом были моменты, что я... Были проблемы, там, с зарплатой, там, кризис был в 15-м году. И мне мама ещё говорит, Лиль, ну ты же знаешь, как у тебя все слова, вот, просто вот, вот, скажи спасибо, что ты не доплачиваешь. Сама же хотела, да, сказала, что ты готова. Готовы работать бесплатно. Вот и работаешь. Поэтому просто нужно быть не то, чтобы аккуратной, там, с нашими желаниями, а понимать, когда ты в потоке, а в потоке, значит, когда у тебя всё складывается, вроде как получается, особенно важно мыслить позитивно. Да, и не ставить таких ограничений, да, как по времени работы или там... Да, всё складывается. Рассказала... Кристина говорит, не так интересно вот про желание. Я говорю, так у меня же игра, привет, вселенная, про желание. Я теперь обязательно выбираю, да, мне это надо обязательно. Ирина, я испугалась, я думала, вот, может быть, я как-то неправильно что-то говорю, неправильно загадываю, думаю. И, может быть, как-то... Вообще я стала бояться что-то загадывать, вот, да, что я сразу сказала, я боюсь своих желаний, я сказала. Да, очень многие боятся своих желаний, и ты боишься почему? Потому что у тебя так получилось с работой, да? Ты вот сказала на один день, и вот это сбылось, а на самом деле нужно радоваться. А, вот смотрите, ещё раз про поток. Кто-то в комментариях, да, вот спросил, как попасть в поток, что это значит поток. Когда ты чего-то желаешь и веришь в это, да, вот как я в игре «Привет, вселенная» рассказываю поэтапно, да, как прийти в этот поток. Так, секундочку, у меня тут звоночек прошёл. То тогда... Сбила мысль. Когда в потоке, да? Да, когда в потоке... Что это значит, спроси же про поток? Про поток, да. То есть ты понимаешь, ты идёшь к своему желанию, и вот тут начинается... Антон! Звоночек, видимо, Антону звонят в прямом эфире. Антон, подойди, пожалуйста! Можешь позвать его? Там просто Лёша звонил ему. Угу. А я сейчас расскажу про поток. Спасибо большое. Да, сюда поставь? А он в этом, в спальне. Просто можешь сказать, что я его позвала? Антон! Вас зовёт Лиля. Сейчас расскажу про поток. Сейчас расскажу. Да, я видела новость в Хабаровском крае. Арестовали губернатора, да. Антон, набери, пожалуйста, Лёшу. Спроси, у него нормально всё? А что? Просто позвони. Всё, спроси и всё. Он звонил. Да. Вот, и, 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 про поток. Ты чего-то желаешь, ты чего-то хочешь. Очень сильно. Иногда вообще ничего не происходит. Вот замечала такое, Кристин, допустим, чего-то желаешь, и вот, ну, и не встречается тебе никто, и не развивается эта тема, как-то вот стопор. Или у тебя всегда? Как у тебя это происходит? Сейчас вот на примере Кристины разберём. У меня вот обычно так оно и бывает. Я начинаю чего-то хотеть, о чём-то думать, и я это либо встречаю случайно где-то, я просто обращаю на это внимание, либо начинаю как-то это искать и нахожу. То есть мне не бывает с этим, в принципе. Смотрите, вот поток можно открыть таким образом. Во-первых... Кто-то скажет «Ведьма». Нет, нет, не ведьма. Кто-то говорит «Ведьма», кто-то «Фея». Видишь, то же самое, да, понятие одинаковое, один злой, другой плохой вроде. То есть, когда ты чего-то хочешь очень сильно, вот допустим, у меня Кристина делает всё правильно, да, ей некоторые моменты вот можно поправить, и мы уже выяснили, какие тоже позже скажу. Вам это тоже пригодится. Получается, ты загадываешь какое-то желание и начинаешь идти к нему. Что значит идти? Искать варианты. Я не знаю, если это квартира, то даже если у тебя и нет денег, ты сначала смотришь просто хотя бы цены, потом смотришь районы, потом ты туда едешь, несмотря на то, что у тебя нет денег. И вот в процессе вот этой работы ты уже находишь других людей, каких-то, я не знаю, соседи вышли, сказали тебе, дали ценную информацию, что то ли мы съезжаем, срочно продаем квартиру, вы не знаете, кто может купить. Вы говорите, я, потом, то можно, допустим, снять квартиру с последующим выкупом или какое-то предложение вы получаете. Это невозможно узнать или получить, когда ты просто сидишь и мечтаешь, когда ты просто сидишь и хочешь, тоже нет. В процессе нужно что-то делать и делать с верой. Вот говорят, что если просто мечтать, но ничего не делать, ничего не получится, да, верно. Но если что-то делать без веры, то тоже ничего не получится, ну вот ничего не получится, поэтому это две сильные вещи нужно совмещать. И когда ты в потоке, вот о чем мы говорим, да, а значит, что начинает как-то сдвигаться с места, ты понимаешь то, что ни в коем случае нельзя мыслить негативно, нужно только в позитивном ключе. И вот когда мы, допустим, с Кристиной разговаривали сейчас, она говорит, ты знаешь, да, Лиль, мне никогда в жизни не попадаются злые, негативные, плохие люди. Я говорю, вот это то же самое можно было сказать по-другому. Ты знаешь, Лиль, мне всегда попадаются хорошие, позитивные люди. И Кристина задумалась, да? Да, я даже не думала об этом, смысл-то один, правильно, а сказать можно по-разному. И, соответственно, мышление это формируется наше позитивное, исходя из того, как мы общаемся, как мы информацию слышим, подаём. Тоже же правильно? Конечно. И одну и ту же мысль, да, я-то Кристину поняла, но я её сразу сказала, я уже просто сразу отслеживаю и научилась это делать, да. И прежде чем что-то сказать, я понимаю мысль, какую хочу донести, и говорю в позитивном ключе. Вот в позитивном ключе очень важно выражать, потому что ты произносишь, позитивные люди, мне всегда встречаются хорошие люди. И вот, а когда ты говоришь, мне никогда не попадаются злые, негативные, которые будут мне там какую-то фигню делать в жизни. Вот ты вроде с позитивом говоришь, а говоришь про негативных, злых людей. И ты их потом встречаешь и думаешь, блин, ну почему же так? Я там накаркала, да? Да, да, поэтому зачем говорить в негативном ключе? И вообще то же самое, когда там, я здоров, да, и я не болею. Да. То же самое, мысль одна, но флюиды другие, так скажем, у этого слова. Энергетика другая у этого слова. Другой посыл, да? Другой посыл, да. А слова, они вызывают у нас эмоцию. А эти эмоции, они вызывают у нас, да, ну чувства внутри. Смотри, допустим, лимон, ты говоришь лимон, и у тебя кисло во рту, да, кисло во рту, и это уже, да, хотя что такого в слове лимон? Как вот может слюна выделяться, просто сказав вот какое-то слово? Вот точно так же человек принимает форму, когда ты говоришь негатив, когда ты говоришь позитив, вот. И вот в игре «Привет, Вселенная» у нас поэтапно всё. Сначала мы проходим, какую мысль мы хотим вообще воплотить в жизнь, да? Мысль-желание. У нас, кстати, 12 июля уже будет скоро, ты представляешь? 12 июля уже. Это, получается, воскресенье. Да, уже старт игры «Привет, Вселенная». Вот, 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 не просто так. Ты представляешь? Я с тобой сегодня с тобой. Кристина очень хотела разобраться в желаниях, и вот мы начали, ну, делать прическу, макияж. И она мне всё это рассказывает, и говорю, слушай, ну, у меня есть такая игра. Как? Да ты что? Посмотрела в шапку профиля, говорит. Вот она меня притянула. Представляете? Вот так вот. Да, очень здорово. Я попросила, что я хочу научиться правильно… Загадывать желания. Загадывать желания, работать с ними, потому что, конечно, я очень расстроилась, когда пришлось уходить с работы, на которую я так долго хотела попасть. И я подумала, что, наверное, что-то я делаю не так, и я даже не оценила то, что моё желание сбылось, потому что я хотела просто попасть туда, и не сказала, что я хочу работать, получить повышение. Хотя бы на один день. Да, что я хочу добиться каких-то успехов там. Я вообще об этом не думала. Мне нужно было туда попасть. На один день. Попала на один день и уволилась. Да. И я подумала, что, наверное, что-то нужно менять. И вот, пожалуйста, вот мы встретились. Теперь я знаю, что делать, как где посмотреть интересные фишки. Вот. Поэтому очень много разных, на самом деле, да, фишек в исполнении желаний. Очень много. Даже это желание сбылось, получается. Даже это желание сбылось у тебя. Притянуло. Желания же разные бывают. Не обязательно там мечтать о каких-то глобальных вещах. Всё складывается из мелочей. Из мелочей, да. Ну и как глобальные? Материальные, нематериальные желания. Одно вытекает из другого, да, наверное, так. Угу. Вот. И здорово. Вот подобное притягивает подобное. Какой ещё стилист, визажист мог ко мне приехать? Ну, только вот такой, понимаете? Да, вот об установках. Да, то, что позитивные, хорошие люди. Вот. Что это за прическа, спрашивают? Это готовый вариант. А вот уже так и пойдём. А вы знаете, вы знаете, куда я вообще собираюсь? Я... Моё желание вот исполняется сегодня. Представляете, мне написало крупное издание. И хотят... Видно? Книгу со мной хочет. И книга будет... Моё желание. Скоро выйдет. Этой книге фотографируюсь. Представляете? Очень круто. Я даже... Напишут, потому что... Что-то слабый сигнал показывает. Так что они очень здорово. Я просто это хотела, да. Всегда. Мне это такая была... Просто вот мечта грела душу. Она показывает, что слабый сигнал. Нормально слышно? Виснет немножко. Угу. А сейчас как? Сейчас, может быть, и нормально будет. Выключила Wi-Fi. И вот, представляете, я написала крупное издание. И сказали, что Лиля, мы за вами следили давно. Вы позитивный человек такой. Вы действительно говорите такие вещи, о которых не пишут в интернете про желание. И кто-то у них даже игру мою прошёл. И сказали, что вот хотим написать книгу. Всё предоставляют полностью. Вот сказали, что вот нужна будет от вас обложка. И вот, ну, ваши рукописи. И вот эту книгу я писала, писала, писала. И вот с редактора её правили. Ну, там чисто стилистические такие моментики. Вот. На ошибки проверяли. Потому что я вложила туда душу, энергетику. Да. И вот таким образом. Поэтому сегодня я фоткаюсь на обложку своей книги про исполнение желаний. Это просто что-то такое невероятное. Буду вспоминать об этом в старости, когда мне будет 98 лет. Здорово. Вот. Игра, спрашивают. Игра стоит символических денег 500 рублей. Да. Две недели она идёт. И я лично с каждым участником общаюсь. Потому что... Мне спрашивают многие, почему не возьмёте помощников? Ну, потому что это не мой бизнес. У меня совершенно другой заработок. Это моё хобби, да. Ну, так как это очень затратно по времени, затратно энергетически. Я отдаю свою энергию, да. Вот такая символическая стоимость. Чтобы человеку, оппоненту было, да, спокойнее. Всегда же нужно баланс, да, соблюдать. Вот такая символическая цена. Три года игре и всё время там 500 рублей. Никогда в жизни я не думала, знаете, там, ходы делать 499 рублей. Потому что не в этом суть. Суть в самой игре, в том, что она работает. Она помогает всем настроиться на исполнение своих желаний. Каждый находится на своём этапе. Вот у кого-то стопор возникает перед тем, как исполнилось. У кого-то стопор возникает в самом начале. Кто-то вообще не знает, чего он хочет. У каждого свои там стадии. Кристин, тебе что-то нужно? Перед домой нужен вот здесь. Пока нет. Нет, да? Хорошо. Да, игра уже будет 12-го. 12-го. Я с вами. И Юля. Давайте присоединяемся. 12-го. Чтобы правильно формулировать свои желания. Да, классно. Очень много всяких фишечек. Вот 12-го июля мы стартуем. Поэтому можно... Как попасть в неё? Так, ссыл... Вот знаете, как... Просто скажу вам, что у меня последний пост на странице. Там есть ссылка на официальный аккаунт игры в Инстаграме. У них тоже есть страничка. Потому что очень много отзывов. Мне хочется их как-то собрать. Вот. Я их иногда туда выставляю. И там вот есть ссылка в этой игре. Я никогда не даю там никаких реклам и так далее. Люди вот приходят вот так. Человек узнал, пришёл, порадовался и потом... Потому что захотелось. Захотел, да, посоветовать кому-то. Потому что самому вкатил и у самого исполнилось желание. И он просто посоветовал. Это как вот, знаешь, настроиться. Знаешь, у меня есть подруга. Сходи к ней. Она тебя там взбодрит и так далее. Вот точно так же, как я вот там для вас. Вот. И те подписчики, которые со мной уже давно, они это знают. И кто-то, кстати, уже по пять, по шесть раз приходит в игру. Я говорю, зачем вы приходите? Я же сразу говорю, что информация одна и та же. Они говорят, нет, в процессе зарядиться. От тебя заряжаешься? Я же лично с каждым общаюсь в переписке в WhatsApp. И какие-то моменты, нюансы возникают. Желания разные. Поэтому он говорит, нам надо, чтобы ты с нами общалась. Нам помогает. Хорошо. Дополнительная подзарядка, да? Дополнительная подзарядка, да. Поэтому приходят, играют несколько раз с разными желаниями. В игре можно загадать одно желание. Почему? Не потому, что в принципе можно одно загадывать. Просто на примере одного желания я даю схему, да, как вот, допустим, его притянуть. Потом можно любое загадывать. Но чтобы не расплываться и мысли наши туда-сюда не ходили, вот есть одно. И ты как пример его берешь, как образец. Как бы, и потом работаешь с ним. Можно потренироваться на одном желании, да? Да, 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 да. Здорово очень. Да. Ну вот. Поэтому вот таким вот образом. Если есть вопросы про желания, тоже можно загадать. Загадать и вот здесь прямо в комментариях что-то спросить. Нет разницы, на какую Луну загадывать. На самом деле, если тебе что-то вот сейчас приспичило, да, допустим, ты находишься, да, там, на своем рабочем месте, на работе, да, и вот что-то такое происходит, и тебе нужно там повышение какое-то. Или, допустим, в этом отделе остаться. Вот что-то сейчас происходит. Не нужно ждать Луну, да, там, и загадывать желание. Нужно в процессе собраться и начать мыслить в нужном направлении. В нужном – это в том, что ты в итоге хочешь получить. То есть думать про результат. Не думать, каким образом, что. Просто понимать, что пусть сложится все таким образом, чтобы в итоге было вот это, вот это. То есть про итог тоже очень важно думать. Потому что когда мы начинаем делить свое желание на вот такие поэтапные моменты, мы про каждый этап думаем отдельно и начинаем надумывать себе, что вот это не получится, а если вот это не получится, то вот это туда не сверстется, к начальнику не пойду, потому что боюсь. А вдруг, вот, а вдруг, а вдруг, и все такое. Вот, поэтому важно просто думать про конечный результат. Ее можно проходить сколько угодно. Раз в месяц она проходит. Вот сейчас вот 12 июля будет. Очень скоро. В последнем посте у меня есть ссылка. Может, в сториз сегодня дам. Многие просили написать. Вчера в директе писали, как попасть в игру. Давайте сегодня в сториз дам ссылку. Вы просто смахнете и попадете ко мне на WhatsApp. И я вам отвечу. Добавлю в список. Так, что у нас еще? Так, про что? Вопрос какой? Я загадывала дочку в вашей игре. И вот уже через две недельки пойду рожать. Классно. Как здорово. Да, так благодарна за такую игру. Очень классно. Желания разные загадывают. Детишек, квартиру, место жительства, дома, переезды, отпуск. Очень много в прошлой игре загадывали машины. Помните, я вам показывала у меня весь телефон рабочий. Просто весь в машинах. Знаете, когда в WhatsApp заходишь, в фотогалерее, то, что снимки кидают. Все в тачках просто. Потому что все загадывали машины и у всех получалось. Я тоже про это сразу подумала. Так, наверное, начнем с тачки. С тачки начнем. Вот, прекрасно. Я сейчас думала, может, жениха, а потом думала, нет. Надо тачку. Мое все окружение, знаешь, Кристина, мой менеджер, допустим, который занимается сотрудничеством, да. Потом пиар-менеджер, который там за статьи отвечает, всякие различные, там, когда на телевидение приглашают. Вот эти все моменты. Они все, когда начинают общаться, они все говорят, Лиль, ты знаешь, мы с тобой познакомились, у нас так прет все теперь. Потому что энергетика такая. Ну, а я это чувствую. Я говорю, я смотрю на тебя, мне хочется улыбаться. У меня улыбка вообще с лица не сходит. Мы с Кристиной первый раз видим друг друга. Сегодня она делает мой образ и вот на съемку. И вот так вот совпало, да, энергетически. Да, это очень здорово. Так что вот таким образом сегодня фоткаюсь на обложку своей книги про исполнение желаний. Так прикольно. И не пришлось, знаете, как-то вот что-то специально делать для этого. Я просто хотела, и вариант пришел, и мне сами написали создательство. Я сначала подумала, знаете, как мы всегда там думаем, может, развод какой-то, еще что-нибудь. А потом говорю, ну, я просто всегда, знаете как, нужно загадывать, но не бухаться куда-то там в омут с головой. Или, вы знаете, когда там, ты выиграл деньги, перешлите куда-то там что-то. Спокойствие, только спокойствие. Все узнаете, выиграли, это прекрасно. Но нужно все посмотреть. Или там со Сбербанка, знаешь, мошенник. А, да, да. Поэтому все всегда нужно просто проверять. И все действительно так. Мы встретились с женщиной, с главным редактором. И она вот прям, говорит, нам очень нужно, очень хотим, вот прям вашу книгу, чтобы вы все сделали. Прослушали все мои эфиры на YouTube. Говорит, хотим, хотим. Говорит, я только рада. Видимо, время пришло. Вот три года я уже провожу игру «Привет вселенная». И вот через три года прилетело ко мне вот такое предложение. Создать это плюс еще в книге. Поэтому я очень рада. Сегодня мы на обложку фоткаемся. Да? Да. Так, ну, нам нужно будет поправиться. Поэтому придется выключить эфир. Вот так вот. Смотри. Вот таким вот образом. Мне все нравится. Мне всегда все нравится. Красиво очень, объемненько. Вам как? В халате прям пойду фоткаться. А мне нравится и в халате. В халате пойду фоткаться. Вот. Кто сегодня попал первый раз ко мне на эфир и хочет тоже попасть в игру, зайдите ко мне в последний пост. Там есть ссылка на аккаунт игры. А там разберетесь. Кто хочет попасть тут, разберется точно. Ну все. Давай, сейчас я выключаю тогда прямой эфирчик. Сейчас поправим последние моментики всякие. Последние штрижки. Да. Вот будем собираться вызывать такси. Ой, спасибо большое. Вот. Вот на этом сообщении закончим. Очень красиво. Лиля вам очень ждет. Это приятно. Спасибо. Кристине тоже очень приятно. Ну все. Увидимся. Продолжение следует. Спасибо. 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 Спасибо.